Привет! Меня зовут Харрингтон, впрочем, как и в предыдущих выпусках. Сегодня пойдет речь о достаточно сложном навыке, который требует в первую очередь опыта в игре, а именно разбор сетапа. Данный навык включает в себя знание ТТХ, множество танков и позиций на карте. Логичнее всего было бы сначала обучить вас этому, но скажу от себя две вещи. Во-первых, все характеристики танка, его скорость, броня, орудие и прочее есть в игре. А во-вторых, совсем новичку и в этом помочь я не смогу, поскольку для этого требуется только ваш опыт и количество проведенных боев в игре. Но не подумайте, что все провалено и пока вы новичок, не сможете научиться разбирать сетап. Сегодня мы поговорим про его основы и как не ошибаться при выборе направления в начале боя. Но перед началом просмотра обязательно поддержи ролик своим лайком и любым комментарием, который содержит смысл и предложение, ведь на данный ролик у меня было потрачено много времени. Восьмая серия. Первого сезона «Школы танков. Разбор сетапа». Первое, что вы должны понимать, разбор сетапа работает лишь в боях высокого уровня и не имеет никакого отношения к песочнице, поскольку там происходит неопределенный хаос, который буквально предугадать является невозможным. Для разбора сетапа хорошо бы знать характеристики всех танков, но я понимаю, что это практически невозможно для новичка, поэтому мы будем полагаться на его основы. Чтобы нам проще было понимать друг друга, я объясню, как я вижу классы техники в игре. Тяжелые танки. Это техника с прочной броней и низкой скоростью. Такой тип техники, как правило, едет на направление, которое ближе к резку. Чаще это городская местность. У тяжелых танков есть и исключения, но, например, французские. Их можно отнести даже к средним танкам, но перечислять все исключения – это значит изучить всю игру. А на это у нас просто нет времени, поэтому в дальнейшем про исключения в этом выпуске я говорить не буду, чтобы не затягивать ролик до бесконечности. ПТ-САУ. Данный класс техники служит прикрытием для обеих команд. Как правило, эта техника располагается недалеко от респавна, прикрывает своих союзников и, можно сказать, никуда не едет. Легкие и средние танки. При разборе с этапа я рассматриваю их как один класс техники, а именно динамичные танки. Ну а теперь давайте посмотрим на нескольких примерах, что нам дают эти знания в начале боя и как их применять. У каждого класса техники есть свои значки, проще всего полагаться на них. Бой первый. Мы попадаем на карту Форт на Химере. Мы знаем, что альфа у нас хорошая и можем себе позволить размениваться с тяжелыми танками. Я еду на ТТ-направление, потому как вижу, что у команды противника три тяжа и ПТ-САУ Т-28. Да это ПТ не для кустов и, скорее всего, будет давить направление вместе с командой. У меня же в команде всего два тяжелых танка. И если я их брошу, скорее всего, они сольют направление из-за превосходства по количеству противников. Именно поэтому я выбрал то направление, на котором знаю, что большая часть вражеской команды будет здесь и благодаря моему наличию мы можем дать хороший отпор. Бой второй. Карта Морской Рубеж. Я на тяжелом танке. Многие бы поехали как положено на направлении тяжелых танков, но при таком балансе это была бы ошибка. Дело в том, что у команды противника всего два тяжелых танка, да еще и один из них АМХ 50-100. Эта машина сильно зависит от команды и, скорее всего, поедет туда, куда поехала большая часть команды. А у противников это средние и легкие танки. Значит, скорее всего, команда красных будет давить направление средних танков, куда, собственно, я и приехал и крайне удивил противника. Понимая, что в этом бою и на этом направлении броня у меня, я давлю на врага и стараюсь держаться как можно ближе к оппонентам. Так, я показываю своей команде, что ехать можно. Если бы в этом бою я поехал на направлении тяжелых танков, я бы там заскучал и пока бы возвращался, моя бы команда уже проиграла направление. Поэтому крайне важно на тяжелом танке в начале боя выбирать правильное направление и ехать туда, где вам кажется будет большая часть команды красных. Бой третий. Карта Зимняя Малиновка. И я на легком танке. Конечно, бывает и такой баланс. В обеих командах по два тяжелых танка, по три средних и по две ПТ-САУ. Здесь без знаний характеристика танка и, конечно, удачи не обойтись. В таких боях смотрите, куда едет ваша команда. И если все разъехались по своим сторонам, едьте тоже, как положено. Если вы средний танк, значит и езжайте на направлении средних танков. Но в начале боя не сильно спешите, так как можете встретить раж команды из семи игроков. Дождитесь полного обнаружения врагов на карте и дальше действуйте по ситуации. Бой четвертый. Также на тяжелом танке. На карте Золотая долина. Очень часто играется только пещера. Но здесь нюанс. Именно по двум причинам я еду на направлении тяжелых танков. Во-первых, сюда поехала большая часть команды. Даже если бы они ошибались, все равно лучше держаться команды. А во-вторых, у команды противника всего два динамичных танка. А остальные пять медленные. Очень большая вероятность, что на данном направлении будет много врагов. А как мы знаем, тяжелый танк должен ехать туда, где много врагов, но не один. И последний, скорее всего лучший пример из тех, что вы видели в сегодняшнем выпуске. Снова карта «Морской рубеж», но здесь я уже на среднем танке. У команды противника два средних танка, но у нас три. Более того, на наше направление поехала вся команда. Я уверен, что мы здесь встретим максимум два врага. Быстро их продавим и в начале боя сделаем счет 2-0. Но вот то, что сюда поедет абсолютно вся команда красных, предугадать было буквально невозможным. По этим боям я хочу сказать, что разбор сетапа не работает на 100%, но очень сильно повышает ваши шансы на победу. Надеюсь, данный урок вы усвоили. Не забыли прожать лайк и написать комментарий. А на сегодня у нас все. Желаю вам только хорошего настроения. Всем удачи и пока.